Мы находимся с вами в доме Пашкова. Это одна из архитектурных жемчужин нашего города, одно из самых красивых зданий Москвы. Во всей Европе XVIII века, скажет позднее историк архитектуры Грабарь, не было построено ни одного здания, столь потрясающего по замыслу и совершенного по воплощению. Ну а современники эпохи, в XVIII веке, приезжая в Москву, начинают зарисовывать, описывать в своих путевых дневниках чудо, которое появилось на Ваганьковском холме в Москве. Дом Пашкова, дом с видом на Кремль. И находят у него единственный изъян. Этот восхитительный дворец, подобный лучшим итальянским палацци, находится, к сожалению, не в Италии. Этот дом был построен очень богатым помещиком конца XVIII века, Петром Егоровичем Пашковым. Мы до сих пор не знаем имя архитектора, который подарил нам этот восхитительный образец классицизма. Но по традиции принято считать, что дом строил наш выдающийся зодчий Василий Баженов. Пашков никогда не видел этого зала. То помещение, в котором мы сейчас с вами находимся, было перестроено значительно позже, в начале XX века, к 300-летию дома Романовых. Представьте себе восторг первых читателей, которые вошли сюда, в этот новоотстроенный архитектором Шевяковым зал и смогли заниматься и внизу, и на этих балкончиках. В доме Пашкова сохранилось две чугунные лестницы. К сожалению, точная датировка нам неизвестна, но это одни из немногочисленных элементов, дошедших до нас от эпохи XIX века. Сейчас мы с вами заходим в зал отдела музыки. Здесь хранятся ноты, звукозаписи, книги на музыкальную тему и огромное количество каталогов, по которым вы можете ориентироваться во всем многообразии фонда. Фонд музыкального отдела очень велик, больше 500 тысяч единиц хранения. Только 300 тысяч – это нотное издание, порядка 50 тысяч звукозаписей. И все это можно почитать, и послушать, и проиграть внутри дома Пашкова, в комфортных читальных залах с видом на Кремль. В бывшем конюшенном флигеле Пашкова теперь располагается отдел картографии. Здесь вы найдете и очень редкие старые карты, и все современные атласы, путеводители, карты, которые сдаются каждый год, они все приезжают сюда и хранятся в доме Пашкова. Столы в читальном зале очень большие. Это не случайно, потому что карты бывают очень больших форматов, но иной раз не хватает даже одного стола. Тогда приходится вставлять их два вместе, чтобы разложить только одну карту и рассмотреть какие-то детали. В зале всегда можно посмотреть какие-то выставки. Эти выставки бесплатны для посетителей. Сейчас выставка посвящена 101 магнитному русскому компасу, и вы можете увидеть здесь компасы и северные поморцев, и компасы времен Первой мировой войны. Они все разные, и очень интересно рассмотреть детали всех этих вещей. Главное украшение читального зала – это самый большой глобус. Глобус деревянный появился он здесь не так давно. Житель Дальнограда Константин Деев подарил нам этот глобус, который вырезал собственноручно из двух пород дерева – из дуба и из липы. Черепаха в основании глобуса полностью прорезана из дуба. Вот это очень интересное пернатое существо, которое зовут Кецалькоатль, тоже дубовое, а сам земной шар вырезан из липы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...